Всем привет! Мы сегодня поговорим про переезд, про менталитет, про турок, про нашу разницу особенностей, как у нас всё это немножко разное. Особенно это будет актуально для тех, кто недавно переехал, а те, кто уже давно здесь девчонки живут, вы напишите в комментариях, было у вас так или нет. Вот эта особенность, разность нашего менталитета, поэтому такая темка всплывает. У меня это было точно так же. Когда я только переехала, для того, чтобы было какое-то общение для моего мужа, все, кто говорит по-русски, неважно, все странно, кто вообще знает русский язык, хоть сколько-нибудь, все для него это друзья, это потенциальные подруги для меня, знакомые, чуть ли там, короче, не родственники. Надо со всеми общаться, чтобы мне не было скучно, чтобы было общение, в общем, чтобы я чувствовала себя комфортно. И для начала это было прикольно. Потом, когда я начала знакомиться, как-то налаживать свои контакты, я тогда ещё был в социальных сетях, там, твиттерах, господи, ничего ещё не было. А я, как мы искали, мы в группах, короче, по районам списывались, и искали ещё и тут прям друзей, подруг. Честно скажу, все эти встречи были разочарованием, ни с кем я до сих пор не общаюсь, чтобы когда переехала, познакомилась, потому что мы все просто разные, мы все из разного социума приезжаем, хоть из одной, например, страны, даже из одного города. Уровень жизни, уровень взглядов, образования, потребностей каких-то, самореализации, всего-всего прочего. Это, конечно, классный был опыт, но травматичный, я бы даже сказала, потому что я такой человек очень добрый, я ко всем открыта, в принципе, всем всегда даем шанс какой-то, но бывают люди разные, короче, да, то есть найти вообще своего друга, подругу, я вообще молчу, да, знакомого, хотя приятельскому можно выйти пить кофе без напряга, тебе приятно находиться с человеком, пить кофе, чтобы у вас какие-то, уже должны для этого быть общие взгляды, какие-то темы, которые вы можете обсуждать, а не острые какие-то расхождения совсем, да, это будет уже конфликт. Ну, когда же для этого выпить кофе в приятной атмосфере обстановки, с какими-то общими темами, это довольно-таки трудно, да, если у вас нет прям какой-то темы, которая вас объединяет. А вот, и мой муж со всеми пытался меня знакомить, я, блин, я, наверное, познакомилась со всеми русскоязычными женами и его друзей, которые у него были когда-то, или даже коллегами по работе, а мне даже однажды была у нас такая встреча, у нас с ужином был, а он вообще с мужчиной по работе, там, не знаю, несколько раз там вообще общался, ну, даже особо не с ним бизнес какой-то не вел, и в ходе разговора выяснилось, что у него жена русскоязычная, не помню даже, а, она из Польши была, да, то есть она понимает более-менее, язык-то разный вообще, да, ну, а они могут друг друга понять, для них Польша, русский язык, славяне, все, короче, на одно лицо, все, одинаково, и у нас была встреча, мы ходили в ресторан, встречались, у нее уже было двое детей, я тогда вообще такая сижу в шоке, эти крикливые, шумные дети, которых я тогда не любила вообще бы, да, да я и сейчас так к этому отношусь, надо уважать просто, ну, все невоспитанные, короче, мама, которыми не занимается, и наплевать, что они там на ушах ходят, в кафе всех беспокоят, поговорить нам с ней не о чем, абсолютно разные, у нее есть дети, у меня их нет, она там уже давно глубоко в декрете замученная, уставшая от всего и все бесит, язык у нас оказался разный, мы говорим на английском, ну, короче, ну, это трэш вообще, почему так происходит, да, и все для турка, и все твои славяноязычные люди для тебя, типа, друзья уже априори, потому что турки судят со своей колокольни, у них с этим гораздо проще, в их менталитете и воспитании, я всегда говорю о том, что турки за границей, очень часто сват брат, просто, даже это могут быть не один тюркский язык, казахи, например, азербайджанцы, они более-менее понимают друг друга, тюркск на своих языках, да, более-менее, и они уже как, ну, знакомые, приятели, скажем, не прямо роднёй они назовут, конечно, но в любом случае приятельствуют, или религии объединяют, то есть это верующие мусульмане, в принципе, а мусульмане, все, вот у меня муж, например, так, когда ездил сейчас в Китай в командировке, это уйгуры общение, казахи там кто были, тюркские, как бы, народы, языки и так далее, их кухня, ну, ходил, конечно, в уйгурские рестораны и тому подобное, то есть там питался, потому что китайская еда довольно-таки тяжеловата, непредсказуема для турок, ну, например, моя подруга Дуйгу, которую вы помните, да, видео появилось, она обожает китайскую еду, азиатскую, и вообще она всё это ест, хотя она турчанка, ну, она вообще к новому ко всему открыта, вот, и у них за границей, когда турки, для них все уже, типа, друзья, приятели, вы скажете, ну, почему? Вот, потому что они очень поверхностны в этом плане, для них друг-приятель, это просто знакомый, сосед, кто говорит с тобой на одном языке, одной религии, это поверхностность, вы можете назвать, типа, аля двуличие, ну, у нас, у нас же прямо всё, да, вот эта вот разница вот в этом вопросе, она существует, она есть, то есть я издалека про доверие на кошачьих лапках, скажем так, ну, да, я про, у меня другое понятие дружбы, это доверие, чтобы не предали, там, ни нож в спину не садили, общие темы, интересы, взгляды какие-то, то есть мы детально много моментов, которых прорабатываем, продумываем, чтобы у нас какие-то интересы были с людьми, тогда мы можем знакомыми своими, назвать приятелями. А у них всё проще. А, язык, б, религия, ну, например, да, ой, из одного мы там города, если вообще они за границей, но из одного города, даже огромного миллионного Стамбула, всё уже вообще родственники. У них к этому проще. У них нет вот этих тонких связей про доверие, надежды, предательства, то, что я до этого перечитывала, у них это вообще не учитывается. Потому что, например, быть где-то поверхностным, не таким, как сказать, глубоким, легко предать, обмануться, ещё что-то, для них это нормально. И поэтому они к этому легко относятся. И поэтому они легко раскидываются словами друзья, знакомые, брат, сват, приятель. Они как легко подружились, они также легко могут и, ну, не все далеко, турки так делают, ну, большинство, они могут легко отнестись, обмануть, там, что-то сказать, предать, как-то так подставить. Это, когда говорят, мне очень нравится, очень тяжело иностранцам адаптироваться, стимулироваться в Турции. Кажется, у нас все хотят обмануть или там туристам. Поверьте, турки обманывают не только вас, но и друг друга в том числе. И я этих миллиард уже историй знаю, примеров у меня до кучи у мужа по работе, когда их объединяют деньги, казалось бы, финансы. Это может быть даже и дружба с детства, но они предают друг друга. И бабки правят миром, как говорится. В первую очередь это экономически-торговые отношения, во вторую очередь здесь идут уже какие-то сантименты, друзья, родственники и так далее. Так что имейте это в виду. Соответственно, это распространяется на дружбу. И вот у меня первое время муж со мной везде, вот, русскоязычные, познакомься, все друзья, все знакомые. Когда начала вести блог, мне подходили на улицы подписчицы, знакомились с кем-то, с кем-то встречалась, а он мне сказал, вот, подруга, у него сразу подруга, знакомый и так далее. То есть для него вот это определение, это слово, оно вот такое. Если мы переводим на наш язык, я бы сказала, это приятель, просто знакомый какой. Я просто знаю этого человека, но никакой не друг, никакой там не товарищ, никто вообще, ничего подобного там, не тем более вообще там с кем-то там. Знаете, в силу, скажем так, обстоятельств, которые уже второй год у нас идут, да, в обществе, очень сильно познается и в беде, и в радости, и в горе твой ближний друг. И, например, меня развела жизнь даже с хорошими друзьями, с приятелями, с которыми я десятилетия общалась, в силу наших взглядов разных. Я с кем-то не общаюсь сейчас. И сказать теперь слово, например, «друг» или прям близкий какой-то к такому человеку, у меня уже язык не очень поворачивается, потому что какая-то ситуация, взгляд на ситуацию уже нас развёл. То есть у меня вообще закладились сомнения, а являлся ли этот человек мне всегда другом, например, да, если мы не смогли объединиться, найти какой-то компромисс, возможно, взглядов в этой ситуации. Но это может быть моя личная, да, тема. У меня нет компромиссов. Если я считаю, что людей убивать нельзя, значит нельзя. Я вообще не могу видеть здесь, никакого компромисса нет. Поэтому вот эти вопросы всякие дружбы сейчас вот у нас, как минимум, мы уже фильтруем. Согласитесь, вы, может, по себе замечали, что ты думаешь по этому поводу, а как ты к чему-то относишься. Мы стали более детально к этому относиться. Ещё больше у нас вот это вот наше предательство, дружба, вот эти все моменты, взгляды, они стали у нас ещё в силу травмы острыми более. Тяжелее сейчас друзей найти или мы расстаёмся с нашими старыми друзьями и знакомыми. А у турок, как всё было поверхностно и легко, всё, друзья, так оно и остаётся, так и есть. Поэтому, девчонки, кто начинает только общаться или только переехали сюда, обрастаете контактами, не идите на поводу у вашего турка, что для вас все славянки или славяне русскоязычные или понимающие русский язык, это все ваши знакомые, друзья, можете с ним подружиться. Совсем нет, я тоже на эти грабли наступала, разочаровывалась, всякое вообще бывало. И в основном это такие поиски, личная моя рекомендация по моему опыту. Ищем, конечно же, не по языку территории, где мы рядом живём, или там, не знаю, наши дети ходят вместе, там, не знаю, на какую-то секцию или ещё что-то. Это может быть. Вот это сработает, только если у вас другие, более глубинные, про наш менталитет, взгляды общие, интересы, какой-то уровень жизни, уровень социальный, уровень человечности вашей. Поэтому всё это сработает. Обращаем внимание на близость вот эту духовность. У меня, я уже здесь очень давно живу, с турками общаюсь, могла бы у них что-то перенять, да, типа турчанец в этом плане. Но вопросы дружбы у меня всё равно остались непоколебимы. Приятели, да, окей, с турком всё окей, но прям дружба, прям вась-вась, вот это вот всё, обнимаемся, целуемся, доверяем максимально. Это у меня всё остались вот эти каноны, как у меня это было воспитано во мне, как в человеке раньше. Что вы думаете по этому поводу? Тема очень крайне интересная, особенно те, кто здесь давно уже пожилы. Те, кто переезжает, я хочу вас поддержать, не разочаровывайтесь. Вы своих знакомых здесь всё равно найдёте. Надо для этого время обрасти контактами, в социуме пожить. Вас, ваши люди всё равно притянут, не расстраивайтесь. Это приходит только со временем. А иногда у некоторых даже и не приходит. Но лучше, знаете, как говорится, лучше одному со своей семьёй, со своим там мужем, с друзьями, его какими-то турецкими родственниками, ещё с кем-то, чем с кем попало, ради того, чтобы просто было какое-то общение. Это тоже неправильно. Спасибо всем за внимание, жду ваших комментариев. В инфобоксе под видео моя почта, для того, чтобы записаться на персональную, например, консультацию ко мне. Или написать своё письмо от анонима для публикации на канале и видео ответа вам. Также в инфобоксе ссылка на телеграм-канал. Свежие новости Турции. Подписывайтесь обязательно. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok